Добрый день, дорогие подписчики и гости нашего канала. Спасибо вам, что вы с нами. Спасибо, что вы смотрите нас. Вместо лекарства – еда. Может ли быть так? Великий Гиппократ говорил про здоровье и еду – ты есть то, что ты ешь. То есть, от питания зависит, чем мы болеем, как мы себя чувствуем. И, стало быть, вывод и современный тренд, чтобы оставаться здоровым молодым, надо есть с умом. Тот же Гиппократ также говорил – пусть твоя еда будет лекарством. В 2019 году ВОЗ опубликовала отчёт о самых распространённых причинах смерти первой десятки. Это ишемическая болезнь сердца, инсульт, диабет и так далее. И вот многочисленные исследования показывают, что с помощью питания можно снизить риск возникновения хронических заболеваний или отдалить их наступление, либо же их отменить, предотвратить. Это касается многих проблем печени, опорно-двигательного аппарата, некоторых видов рака даже. Так почему мы относимся к питанию так несерьёзно? Полуфабрикаты. Мы относимся к ним с осторожностью. По сути, домашние пельмени, либо любой соус, либо резанные овощи – это тоже полуфабрикаты. Бояться нужно не самих полуфабрикатов, а продуктов, которые хранились или транспортировались неправильно, либо были неоднократно разморожены. А качественные заготовки очень облегчают жизнь современного человека. Кстати, тут надо сказать, что ещё в 2018 году в ЦИОМ наш провёл опрос, который показал, что примерно 60% россиян следят за своим питанием, и последующая пандемия укрепила это направление устойчивого развития, что подтверждают диетологи и маркетологи. Например, даже снеки россияне выбирают чаще правильные, помогающие повысить и укрепить иммунитет. Однако зацикливаться на каких-то, пусть даже самых полезных продуктах, специалисты всё-таки не рекомендуют. К сожалению, нет еды, панацеи, как нет и таблеток от всех болезней. Хотя соискатели этого звания иногда появляются. Спирулина, семена чиа, ягоды Годжи, наверняка вы о них слышали. У нас есть видео о суперфудах, где они все и присутствуют. Суперфуды — это продукты с богатым составом, наполненные антиоксидантами, витаминами, которые помогают поддерживать здоровье кишечника, худеть, снижать сахар в крови и предотвращать некоторые виды рака. Мода на тот или иной суперфуд, она регулярно появляется, регулярно меняется. Однако преувеличивать полезные свойства суперфудов также нельзя. Наверное, вы помните, как в 90-е годы у многих на подоконнике стояла банка с чайным грибом. Это также был суперфуд, но тогда слова такого рода просто не знали. А при этом существует множество полезных продуктов, богатых по своему составу и полезных продуктов, но которые в звездный список супереды и суперфудов никогда не попадали. Все же в подавляющем большинстве случаев суперфуды действительно приносят большую пользу нашему организму и включать их в меню можно. Но по-настоящему целебно влиять на здоровье может только рацион как сбалансированная и цельная система. Кстати, нам предлагается множество систем, способных оздоровить наш организм через питание, интервальное голодание, кето-диета, безлактозный рацион, безглютеновая диета и так далее. Но большинство диетологов согласны с утверждением, что сильной нужды придерживаться какой-то из них нет. Достаточно выполнять очень хорошо известные, а главное простые правила сбалансированного здорового питания. Вот и все. На сегодня все. Оставайтесь с нами. Все будет хорошо.